И всем привет, меня зовут Биг Бро, смотрел прототип трейлера игры Angry Neighbor и вот этот момент мне не давал покоя. Мы видим, что как только наш главный герой узнаёт тайну соседа, которую он прячет в кладовке, то встречается лицом к лицу с ним. Происходит выстрел и наш предсмертный крик. Но что если сосед на самом деле не убил нас, а лишь сильно ранил и сейчас мы находимся в коме, а то, что происходит вокруг, в данном случае в игре, это лишь сон? Почитав немного статей в интернете, касаемых этой темы, я пришёл к выводу, что человек, находясь в коме, может думать, а значит и видеть сны. У данной теории есть две версии. Первая. Мне кажется, что находясь в коме, наш главный герой видит один и тот же сон. Это можно объяснить тем, что после каждой встречи с соседом в игре, всё остаётся прежним, как будто это один и тот же день. Вторая. Ведь если мы совершаем какие-либо действия в игре, к примеру, разбиваем стекло, то после встречи с соседом оно не становится целым. Это говорит о том, что один день в игре равен одному дню в жизни главного героя. И мы пытаемся выбраться оттуда, стараясь узнать во сне секрет соседа. А теперь мы уже перейдём к новому трейлеру игры. Посмотрите вот этот момент. Мы видим, что сосед не убивает нас, а лишь ловит. И как мне кажется, что в этот момент мы умираем уже в настоящей жизни. Звук удара клавиш по пианино напоминает чем-то кардиограмму остановки сердца у человека. Звук удара клавиш по пианино напоминает чем-то кардиограмму остановки сердца у человека.